Итак, следующее видео. Сразу домашнее задание, которое я потом для вас повторю. Вот для вас картинка. Здесь вы видите дома, здесь вы видите церкви, здесь вы видите стоянку для автомобилей, здесь вы видите улицу, здесь вы видите банки. В общем, остановку. Кто что увидел, вот это всё вы должны вбить в программу. Итак, теперь по какому принципу вы будете сейчас делать? Мы будем с вами, попытаемся разобраться, по крайней мере с одним из паттернов, это фабрика, да? По сути дела, абстрактная фабрика. Итак, сначала у нас будет несколько чечей. Структура, фабричный класс, структура наша, абстрактный или интерфейс, субклассы, интерфейс операции, клиент. Давайте коду. Я объясню, а вы в группе рассмотрите. Давайте. Сначала мы создаём, так как это интерфейс про птиц, поэтому я долго не заморачивался, да? Бирд интерфейс. Но, обратите внимание, я специально здесь допустил ошибки, чтобы вы подумали. Вот первый идёт абстрактный метод, то есть он ничего не делает. Это у нас метод, factory, субкласс of Beards, да? Некий метод, который... Дальше. Что-то ещё, да? Здесь у нас, как вы видите... Разберитесь, что это такое. И дальше мы чуть вернёмся попозже, то есть... Попозже, да? Чуть вернёмся, когда... Давайте рассмотрим. То есть мы в методе что-то ещё уже здесь написали type interface. Отслеживаем, да? Дальше вбили результат. Показать, что наше связанное... То, что не связанное вообще, кажется, будет связано. И вернуть результат. Потом мы создаём первый субкласс. Он не связан никак с птицами у нас. Он просто у нас создаёт первый субкласс. Опять же, по названию вам надо самим с улицами будет посмотреть. Вы можете попробовать по-разному. Но наследуется он от нашего... Бирд интерфейса. И я вот вас прошу разобрать. Всё-таки я вам заявляю, что абстрактный класс, это... То есть интерфейс, он ничего не реализует, да? Вот этот код даёт ему право быть интерфейсом или нет? Ну, в принципе, подумайте сами. Первый абстрактный класс. По сути дела... По сути дела... По сути дела... В предыдущем видео вы, наверное, задали вопрос. А почему мы это делали? Помните? Ну, зачем был этот промежуточный слой? Понимаете? Нам всегда надо быть, иметь прослойку, оставаться независимым от конкретных продуктов. То есть дальше то, что мы будем создавать, будет более конкретное. Но, когда мы хотим что-то создавать... Вот вспомните предыдущее видео. Я этот момент там не мог объяснить. Поэтому я его оставил, да? То есть ведь сейчас мы, грубо говоря, о птицах. А я показывал вообще, что мы кухне описывали в предыдущем видео, да? Но, по сути дела... Да, этот класс... Ведь этих классов может быть... Субкласс 1, субкласс 2, субкласс 3, субкласс 30, да? Но он, опять же, использует наш класс и при этом переопределяет метод, да? Вот этот вот метод, который находится у нас в начале. Фактори субкласс of Beards. Но в данном случае переопределение мы вбиваем в него, что он возвращает в буду, еще который не написан, класс, конкрет субкласс Duk. То есть что-то связанное субкласс... Конкретный субкласс Duk, то есть связанное с описанием птиц, уток, да? Второй субкласс у нас возвращает конкретный субкласс... Я не прочитаю это. Короче, связанное с орлами, да? Вот я так взял орел, мне понравилось, а потом думаю, как я это буду читать? Ну ладно. Итак, следующим шагом я уже создаю новый класс, интерфейс. Но уже называю его TypeInterface. Назвать можно по-разному, да? Интерфейс объявляет операции в данном случае, которые должны выполнить все классы. И понятно, здесь тоже для вас немножко задача. Он ничего не делает. Но, по сути дела, задает некие операции, да? Какой-то метод. Дальше мы от него создаем уже, наследуется, да, от TypeInterface, уже совершенно конкретный класс, связанный с утками. Дальше уже конкретный класс, связанный с орлами. И дальше мы пишем просто клиент, да? Это обычная функция. И на выходе у нас получается такая вот программа. Я приложение, меня запустил, CreateSubclass1. То есть... Вот этот класс запустил, да? Наш интерфейс... Наш интерфейс... Бирд интерфейс... То есть наш первичный класс... Тот же, который работал и с классом Креата Супер 2 класс... А Супкласс 2... Ну, перед вами будет код. Креат Супкласс 2 работает с одним и тем же интерфейсом. И работают они одновременно. То есть, по сути дела, что получается? Я немножко отвлекся, поэтому перейду сразу к главному. Кстати, питон сейчас 3.7 используется. Потому что не будут работать аннотации в других версиях. Это аннотации работают с 3.7. Так что, кто будет работать, установите. И создайте уже виртуальное окружение. Я создал виртуальное окружение... С 3.7, да? Dev... Теперь... Смотрите вот на этот первый класс. Bit... BitInterface. Первый метод абстрактный. Но кроме этого, если вы обратите внимание, то в этом методе он связывается... Он связан с нашим... Одним из методов... Возьмите вот операцион. С этим тайп-интерфейсом, с абстрактным методом. Он связывает. Проследите это. Мы связали при помощи метода... В нашем интерфейсе. И... Абстрактный. Тайп-интерфейс. И когда мы... Уже дальше пишем конкретный продукт... Класс... Конкретный субкласс дуг. Да? Это уже утка. То здесь мы уже дальше начинаем переопределять вот этот метод. По сути дела... По сути дела... Вы можете в голове собрать следующую картинку. Есть несколько утверждений, которые, в принципе, будут вам понятны. Интерфейс... Интерфейс... Всегда имеет, в основном, абстрактные методы. Если бы мы здесь... Здесь написали еще кучу методов, связанных с птицами. Да? Конкретных. То это был бы обычный абстрактный класс. В интерфейсе мы никогда не забиваем что-то конкретное. Мы забиваем то, что надо потом переопределить. И нас интересуют две вещи. В данном случае это только маленький кусочек. Это один из паттернов фабрики. И тот самый, один из простейших. Да? Но вам хватит описать улицу. Да? Вот это все дома. По сути дела... По сути дела... У интерфейса всегда есть две цели. Первое. Интерфейс никогда не реализует что-то конкретного. Он просто реализует некий абстрактный метод, который мы можем повернуть как хотим. Вторая цель интерфейса это связать в себе, вот в верхнем интерфейсе, мы связали наш интерфейс, класс TypeInterface, вот этим методом. То есть, уже он читается из нашего интерфейса. А уже... А сам класс интерфейс для реализации, более конкретной реализации, мы для этого его и создали. И уже от него пишем уже совершенно конкретные. Утки, орлы, уже совершенно конкретные классы. И в конце пишем клиента. У вас этот код будет. Теперь какая ваша задача? Придется попыхтеть, попотеть и все прочее. Вот вам картинка. Именно эта картинка. Что надо описать? Берите ручку и записывайте. Ваше техническое задание. Пункт номер один. И будем с этим сравнивать. Итак, создайте любой какой-то интерфейс, как-нибудь назовите, и вбейте туда какой-то абстрактный метод. Помните, что вам надо описать... Помните, что вам надо описать улицу, стоянку, дома, церкви, банки, остановку. Транспорт. Итак, улица, дома. Дом может быть дом, дом может быть гостиницей, церкви. Смотрите, в домах есть банки, остановки, стоянка. Вот эти все вещи, которые я назвал, вам надо описать. Значит, что вам придется сделать? Вам попробуйте создать классы, как здесь, по этому типу, да? Которые будут просто переопределять метод, который мы вбили в первом нашем интерфейсе. Factory subclass of Beards, только он у вас будет называться по-другому. Но в любом случае, этот класс будет, пусть у вас возвращает тоже совершенно конкретные методы. Конкретный класс, который вы напишите. Дальше ваша задача создать еще один интерфейс. Создать еще один интерфейс, от которого вы будете уже описывать более конкретные вещи. Здесь тоже надо будет продумать методы. Вы, возможно, будете пробовать заложить, допустим, город, может, назовете, не знаю. Но вам надо заложить, допустим, дом, может быть, гостиница, это же тоже дом. Ну, просто больше этажей, по-другому называется, но это тоже дом. То есть, это все надо подумать. А вот стоянка – это уже не дом. То есть, подумайте здесь над созданием, сколько вам надо создать интерфейсов. Либо создайте здесь интерфейс, который сможет объединять все эти вещи. Это уже дело программиста. Продумайте методы, абстрактные какие-то. Что они должны быть? Коробка – это дом, или улица, или объект. В общем, это интересная задача. Но, в конце концов, на выходе, пусть это будет несложно, но, в конце концов, должно быть учтены все объекты, о которых я проговорил. Код я сбрасываю в группу. Потихонечку пробуйте работать. И, в конце концов, опять работаем над одной задачей. Я не полностью вам даю подсказки, потому что этому надо покопаться. Рассказал это одно, сам сделал это другое. Что вы должны использовать? Вы должны использовать, первое, интерфейсы. Второе, абстрактный класс. Вы должны использовать микшины. И вы должны использовать декораторы. Четыре вещи. Все. Кто пробуем, писать, присылаем. А там будем дальше разбираться. Продолжение следует... Продолжение следует...